Здравствуйте! Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную программу «Жизнь епархии». С вами студия Ярослав Кравченко. И в ближайшие минуты смотрите. «Помощь оказана» – очередная акция отдела по социальному служению Уваровской епархии. В рубрике «За советом к батюшке» – беседа с романахом Петеревым Суховым. О главных врагах и помощниках во время поста. Отдел социального служения Уваровской епархии продолжает работу по поддержке людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Так, на минувшей неделе руководитель отдела освящения Владимир Олейников побывал у Евгения Кривенцова, который проживает в поселке Трескинский Уваровского района и существует лишь благодаря безвозмездной помощи соседей и неравнодушных людей. «Вспоминаю слова митрополита Антония Сурожского. Он сказал, до тех пор, пока хоть есть один человек, который нуждается, я не могу позволить себе ничего лишнего. Дай Бог, чтобы было у нас такое понимание, и тогда тех людей, которым голодно, холодно, трудно, больно, будет меньше». История Евгения Кривенцова ранее уже получала отклик общественности. Одинокий мужчина оказался в трудной жизненной ситуации и в начале истории не имел даже документов, не говоря уже о хлебе насущном. Однако нашлись люди, которые помогли Евгению элементарными вещами, набором продуктов питания, одежды, да и документы удалось получить. «Сегодня в очереду раз мы приехали, чтобы привезти какие-то продукты, мы привезли совместно с Шебрянским сельсоветом. Вот они тоже помогли нам, не оставляя этого человека. А вот кое-что из продуктов, которые помогут ему некоторое время, несколько недель, забыть о том, что такое голод». Евгений признается, когда у него были здоровье и силы, казалось, что так будет продолжаться вечно. Но жизнь сложилась по-другому. Недуги физические пришли неожиданно и теперь не позволяют заработать даже на хлеб. «Два с половиной года я в таком состоянии. Все, я благо бабу знаю, 30 лет. Два с половиной года назад о судьбе Евгения забеспокоилась одна из жительниц поселка Трескинский Уваровского района. Нина Федоровна была одной из первых, кто поделился продуктами с ним. Благодаря Нине Федоровне стали поступать продуктовый набор для Евгения от самых разных людей. Общими усилиями удалось обеспечить его дровами для отопления. Православная молодежь еще прошлой зимой помогла наколоть поленья и сложить их в сарай. Нина Федоровна подчеркивает, что Евгений очень бережно относится к тому, что ему дают добрые люди. Лишнее он не варит себе. Он уже привык до того сварить, вот прям сварит и только чтобы поесть ему. Он не может, он хлеба куска не выбросит. Вот. Насчет этого он молодец. Отец Владимир, передавая ему продукты, призвал Евгения Кривенцова не падать духом, не отчаиваться. И Евгений, смущаясь, благодарил в лице священника всех, кто протянул ему руку помощи и внес свою лепту. Кроме спасибо, что могу сказать, больше ничего. Важно подчеркнуть, у отдела по социальному служению Уваровской епархии немало подопечных, которым оказывают материальную поддержку. И священники хорошо знают, какой продуктовый набор следует собирать и какую еще помощь можно оказать таким людям. И присоединиться к подобной акции может каждый. Нужно только желание. Сложилась традиция помощи, ну, конечно, только Евгению. Мы помогаем тем, кто обращается порой. Ситуация бывает очень сложная в жизни людей. Представьте, что мы каждый день кушаем и по несколько раз, и желаем что-то вкуснее покушать. И до сих пор остались такие люди, которые не каждый день даже могут насытиться. Поэтому вот только представишь, что они не могут покушать, и сразу становится не по себе. И желание помочь, оно усиливается многократно. Когда тебе плохо, найди того, кому еще хуже, и помоги ему. Это настоящий рецепт счастья. Порой люди в трудной жизненной ситуации нуждаются в самом простом элементарном. В том, что совсем не является роскошью. Евгений Кривенцов и другие подопечные отделы по социальному служению дальше также будут получать адресную помощь, которая оказывается только благодаря неравнодушным людям, готовым поделиться и помочь. Свидетель Иоанн Залтаус сказал, «Пост есть пища для души, и как телесная пища уточняет тело, так и пост укрепляет душу». А значит, это непростое время в жизни христиан во всех отношениях, и самое сложное определиться, как должен пройти этот отрезок времени, чтобы душе от этого была максимальная польза. В нашей рубрике «За советом к батюшке» мы поговорим с отцом Петеримовым о главных врагах и помощниках во время поста. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, Розлав. Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Батюшка, скажите, пожалуйста, как правильно понимать пост? Ну, как правильно понимать пост? Главное, не понимать пост как цель. Некоторые вот на этом попадаются, пытаются, делают из поста цель, не понимая того, что поста вообще не цель, это средство. Цель у нас одна на самом деле – очищение своей души от греховных навыков, от греховных страстей, от всего того, что мешает общению с Богом, препятствует ему, не дает благодати Божией пребывать в душе человека. Вот это цель нашей жизни. А все остальное – это средство к достижению этой цели. И молитва, и пост, и добрые дела, и таинство церкви, исповедь, причащение, соборование – это же не самоцель. То есть мы делаем это не ради того, чтобы… Не потому, что это вот нужно делать, а как бы… Вернее, мы делаем это иногда ради того, что это просто нужно делать, даже не понимая зачем, для чего. Ну так положено, вот мы и делаем. А зачем вот этот вопрос, главное, себе задавать? А для чего все это? И тогда все станет на место. Мы поймем, что пост – это тоже одно из средств, и очень сильных средств, очень таких мощных средств. Потому что вот мы живем в этой круговерте нашей, такой вот повседневной. Ну ведь мы же совершенно чаще всего даже не задумываемся вообще о своей душе, о том, о последнем часе, о смертном, о том, что там у нас внутри в сердце. Как-то совершенно об этом не получается у нас на этом сосредоточиться. Земные заботы нас затягивают, затягивают, затягивают. Можем даже исполнять молитвенные правила, там что-то еще делать. Думать, что мы живем духовной жизнью. А на самом деле какая, где она, духовная жизнь? На самом-то деле ничего и нет. И поэтому пост дает нам такую замечательную возможность чуть-чуть вот вспомнить о духовной жизни, о том, что у нас еще есть душа бессмертная, не только тело и земные заботы. Немножко посмотреть внутрь себя. Поэтому, соответственно, и пост, основа поста – это же совсем не воздержание в пище, от каких-то там, да, видов скоромной пищи. Это тоже достаточно важно, потому что душа же с телом очень тесно связана. Это достаточно важно немножко, ну так скажем, лишить тела тех приятностей, которым оно так привыкло, к которым мы его сами же и, в общем-то, и привычаем. Вот это очень важно. Мы привычаем свою плоть, мы исполняем все ее прихоти. В общем-то, так вот мы живем. Оно хочет вкусно поесть, мы его вкусно кормим. Она хочет полежать подольше, мы не отказываем и так далее. Все, что нам хочется, нашей падшей, испорченной грехом природе, чем больше мы их подпитываем, тем они становятся злее и яростнее, они держат нас в плену, в рабстве, в таком вот жалком. И мы уже не можем все, мы делаемся с жалкими рабами. Не то, что даже грехов, а каких-то вот таких вот плотских, ну, прихоти и удовольствий. Поэтому вот и телесное воздержание тоже очень важно. Взять и лишить свою плоть того, к чему она так привыкла и чего она так хочет. Взять и не дать ей. Ну, пусть хотя бы немножко уменьшить, даже если там не совсем не дать. Телесные вот эти вот все удовольствия, вкусная еда, там, приятное времяпрепровождение, развлечение, оно на короткое время, ну, создает иллюзию такой вот радости, счастливой такой жизни. На короткое время, пока вот ты вот там ешь, да, через минуту после еды уже все, уже никакого удовлетворения от этого ты не чувствуешь. И если ты живешь так вот, только заботясь о телесном, о телесных удовольствиях, то со временем ты начнешь чувствовать в душе большую пустоту, такую дыру зияющую, тебе будет тяжко, тоскливо, тошно жить. Никакой радости это уже не приносит человеку. Потому что на самом деле ведь только благодать Божия, вот она по-настоящему утешает. Она утешает же не плоть, а душу. И пост — это возможность, которой нам церковью дается, чтобы чуть-чуть вот подтянуться и прикоснуться к этой благодати Божией, чуть-чуть подпитать этой благодатью свою душу. Потому что в обычное время мы душу не подпитываем, мы подпитываем только тело. А оно становится яростнее и яростнее и начинает этого просить. И в итоге все хуже и хуже. И радости никакой нет, и счастья нет, и удовольствия от жизни никакого нет. Ну удовольствие, может, не то слово, удовлетворение. Батюшка, расскажите, пожалуйста, о главных помощниках и о главных врагах во время поста. Навредить может безрассудство наше. Не вовремя и не в меру. Вот такое бывает. Иногда с этим сталкиваешься в жизни. Человек вот хочет попаститься. Может быть, первый раз в жизни или второй. Он, собственно, никогда особенно-то не постился. И он начинает сразу со всей строгостью, там, чуть ли не хлеб и в воду. Ну, его хватает на неделю. Кого-то меньше, кого-то больше. А потом бывает еще хуже. Результат такой обратный получает человек. Вот он взялся с таким жаром и получил в итоге, что ему вообще-то, кроме отвращения от этого поста, он ничего не чувствует. Хотя он не постился. Это не пост. Это такое безрассудство. Во всем нужна рассудительность. Во всем нужна мера. Нужно подходить с разумом ко всему. Вот это один из главных моментов, которые вредят. Которые не дают посту принести человеку пользу. Который лишает этой пользы. Который человек уводит не туда. Вообще, если что-то прямо говорить, первые главные враги во время поста — это бесплотные духи, демоны. Враги наши, нашего спасения. Которые все стараются, все, чтобы мы добрые не начали делать, они все стараются повернуть таким образом, чтобы мы от этого не получили пользы, получили вред своей душе. И они начинают нас искушать. Они начинают человека подталкивать на крайности. Вот крайности. Вот, наверное, то слово. Вот крайности. Когда человек увлекается крайностями, это печально. Вот здесь надо как-то очень выдержать серединку. Если еще нет у человека привычки, ну, хотя бы, да, там, физически, да, в смысле пищи, поститься, не надо брать на себя во всей строгости пост накладывать. Не надо. Если ты еще не готов, ты не привык, будет хуже. Ты не вытянешь и пользы не получишь. Наоборот, будет какое-то расстройство внутреннее. Поэтому не надо крайностей. Ну, пусть где-то ты там будешь послаблять пост пока, пока ты не можешь, да, как следует. Но зато ты будешь это делать равномерно во время поста. Во время поста, опять же, да, мы говорим, демоны, они начинают действовать очень тонко и более активно. Надо смотреть за мыслями повнимательнее, потому что, ох, нередко бывает, да, наверное, это мы вообще-вообще все, наверное, с этим сталкиваемся, когда начинает человек поститься, такое тонкое тщеславие появляется, что вот я, особенно когда смотришь на других людей, которые не постятся, это естественно, это естественно будет, естественно эти мысли будут приходить к нам. Такое тонкое-тонкое тщеславие, я же пощусь. А вот они-то не постятся. Они как же, они вот так грешники, а я вот правильный, я-то пощусь. Вот если эти мысли не замечать вовремя и не отгонять, не противодействовать им, можно тоже очень в такое вот припрещённое состояние впасть, такого вот надмения какого-то внутреннего. Это тоже, к сожалению, встречается в наши дни. Поэтому опасаться нужно вот этого искушения, тщеславия, очень внимательно смотреть за этими мыслями. Ну, конечно, помочь, помочь, конечно, может пройти молитва. Она молитва главная и вообще главный помощник во всех и делах, и трудностях, и искушениях, и каких-то там, ну не подвигах, но таких вот усилиях, усилиях, которые человек ради Бога берёт на себя и несёт ради своей души. Конечно, молитва. Молитва – это вообще основа всех добродетелей, как говорят святые отцы. Без молитвы вообще ничего не получится. Если надеяться только на свои силы, не беря в расчёт Бога, то есть пытаться что-то там себе исправить, изменить, но только своими силами, это тупиковый путь. Ничего толку не будет никакого. И только если со смирением молить Бога, просить Его, помочь нам, чтобы польза была из этого поста, чтобы Он помог нам не крайной в крайности вот в эти не уклониться, чтобы Он помог нам с рассуждением это время пройти, чтобы Он помог, удержал нас от ошибок. Вот. Тогда, да, тогда всё будет верно. Будет Бог сам помогать. Батюшка, дайте, пожалуйста, несколько советов, как бороться со страстями и как стяжать главные добродетели. Из Отечника, когда к преподобному Пимену Великому пришёл один брат и задал, наверное, примерно такой же вопрос. Вот как мне, что мне делать с грехами моими? Они мучают меня вообще. Как мне от них избавляться? Что мне делать? И Пимен Великий сказал такие слова. Он сказал буквально так. «Брат говорит, будем всеусильно плакать пред благостью Божией до тех пор, пока она не сотворит милость с нами». Вот. «Всеусильно плакать пред благостью Божией до тех пор, пока она не сотворит милость с нами». То есть вот повергать свою немощь перед Богом. Вот в этом суть. Что, какая главная добродетель-то? Это же смирение, смиренно-мудрее. А, собственно, в чём смирение? Увидеть себя, что я хуже всех, что я ничего на самом деле, вообще ничего из себя не представляю, ничего не стою. Что я просто жалкий раб греховных страстей, греховных привычек. Они мучают меня, они держат меня в плену. Такое вот жалкое моё состояние. Я не могу там, да, я раздражаюсь, меня всё злит, меня всё не так, меня всё вот не по-моему, когда всё меня выводит из себя. Ну и так далее, да. Мы это всё вот видим в себе. Всё не так. Меня, я всех осуждаю. Я, я, меня сразу, чуть что не так, у меня сразу ропот, зависть внутри, там, возмущение внутреннее. Готов там отругать человека. И так далее, и так далее, и так далее. То есть всё вот это, вот это наша болезнь, вот это наша беда внутренняя, вот это наше повреждение, глубоко-глубоко зашедшее. Вот увидеть его в себе, понять, что реально я такой, я жалкий и раб греховных страстей, я пленник греха. Вот увидеть это, принять это, потому что это тоже трудно принять, что я, это я действительно такой, я не какой-то там другой, я вот на самом деле я такой, я хуже вообще всех, наверное, людей. Вот это вот увидеть, как-то с сердцем это почувствовать и принять, вот это, собственно, в этом же есть суть смирения. Вот это главное, к чему должен стремиться христианин, главное. Ну и когда ты увидишь себя, увидишь множество грехов в себе, ну что ты можешь сделать сам, ну что, да ничего абсолютно. Ну то остается всеусильно плакать, как говорил Пимен Великий. Говорил из опыта, он же говорил, не просто так. Это же не теоретические размышления, всеусильно плакать, не то, что там, значит, горючие слезы лить, да, в полном, в прямом смысле слова, а просто вот сердцем плакать, сердцем сокрушаться, сердцем осуждая себя, просить Бога, Господи, я настолько слабый, я не могу ничего сделать с этим. Я погряз в грехах, в страстях, а вылезти из них я не могу, у меня нет для этого сил. Помоги мне, Господи, вытащи меня. Вот это главное. Это такой должен быть настрой души православного христианина. Ну и, конечно, что-то надо делать, только сидеть и просить Бога, этому все-таки маловато. Надо что-то делать тоже самому, трудиться, ну хотя бы там, да, сдерживать себя там, когда что-то не так, хотя бы, я понимаю, что там удержать возмущение в сердце невозможно, пока в нашем таком состоянии, ну хотя бы не высказать, хотя бы, хотя бы промолчать для начала. Уже великое дело, уже очень дорого стоит. Начало уже победы, там, начало. Самое-самое, но все-таки начало. Не высказать, когда тебя разжигает раздражение и гнев. Вот, уже хорошо. Не осудить человека, там, да, или когда заходит разговор, осуждение, там, просто там, или прервать разговор, или встать, выйти, понимая, что, ну и как я могу осуждать других, когда я сам, я хуже них, сам во многом, во многом. Ну и так далее. То есть какое-то усилие над собой делать. Падшая человеческая природа страшно не любит осуждать себя. Всех вокруг мы осудим всегда с радостью, все виноваты. А вот себя посмотреть, а в чем моя вина? И признать, что я сам кругом во всем виноват и не прав. Вот это очень, это настолько тяжело нам. Настолько это вот противно нашей вот этой испорченной человеческой природе. Так вот это-то и надо как раз делать. На это особое усилие, особое внимание обратить. А с этим будут приходить постепенно и добродетели, и терпение, не осуждение других, там и так далее. Ну, постепенно будем смиряться. Если будем усиленно над этим работать, все придет от Бога уже, по благодати Божией, конечно. Только от Него. Он увидит наше усилие и вот это сердечное обращение к Нему, Он уже не останется в стороне. Он, естественно, будет нас потихонечку, ну, как-то, содействовать нам вот в этом труде. Будет благодатью своей помогать. Спасибо, батюшка, за беседу. А нашим зрителям мы хотим напомнить слова Архимандрия Павла Груздева. Пост – тело – чистота, душе – красота, пост – ангелов – радование, бесов – горе. Но надо помнить, в наше время лучше совсем не поститься, чем поститься без ума. На этом наша передача подходит к концу. Всего вам доброго. И не забывайте, православные, Христос посреди нас есть и будет. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова